Пас, удар, гол. Идеальную футбольную комбинацию отрабатывает столичная детвора. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Магасе еще официально не открыт, но уже радует любителей спорта. Даже в 30-ти градусную жару находятся игроки, которые готовы погонять мяч. Я сам-то играю в Москве, за локомотив. Сейчас у меня здесь папа тренирует. Я здесь играю пока что. Просто когда тренировки нету, я просто сюда прихожу, поле хорошее, мяч не может улетать. В комплекс входит стадион с искусственным покрытием, беговая дорожка и площадка с силовыми тренажерами. Есть также небольшая трибуна, где посетители могут наблюдать за тренировками и турнирами без риска попасть под дождь или получить солнечный удар. Этот новый столичный факот, как и другие десятки объектов, открыт в рамках программы «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». В рамках данного проекта нами сделано с 2019 года. У нас мы произвели поставку футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. Это у нас в Настурковском муниципальном округе, это у нас в Икажевском муниципальном округе, в Новом Леданте и в городе Малгабек. Четыре комплекта. Также нами произведена поставка спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок, так называемых площадок ГТО. Это у нас в Малгабеке, в Малгабекском районе, у нас в Гамурзиеве, в Настуркорте, в Икажеве, также в Мужичах, в городе Сунжи. У нас девять комплектов поставлены. Нами завершено строительство физкультурно-озработного комплекса с плавательным бассейном, это у нас в Настурковском муниципальном округе. По той же программе достроен и отремонтирован и спортивно-тренировочный центр в Мужичи, современный спортзал, площадки и беговые дорожки. Теперь там одновременно могут заниматься свыше 300 человек. На базе центра созданы все условия для прохождения тренировочного лагеря перед большими стартами. Помимо этого центра ведется строительство новых спортивных объектов и в других населенных пунктах региона. Демография – один из 12 нацпроектов страны, которые призваны улучшить качество жизни россиян. Одна из задач, поставленных президентом – увеличить долю занимающихся спортом людей до 50% в 2024 году. Сейчас этот показатель в Ингушетии чуть более 20%. В планах Министерства спорта, я скажу, что уже нами направлена заявка на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Это у нас будет в сельском поселении «Барсуки». Также у нас в городе Магаз планируется строительство академии национальных видов спорта. На стадии доработки проектно-смертной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Плавательный бассейн» в городе Сунж. В планах у нас также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Плавательный бассейн». Это у нас будет в городе Корабулак, в городе Назрань, также в сельском поселении в Кантышево. Следует отметить, что нами еще направлено письмо в Министерство спорта Российской Федерации о строительстве 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и 10 футбольных полей с искусственным покрытием и 50 площадок. Сделать спорт доступным для каждого жителя страны – вот основная цель нацпроекта. Пока Ингушетия в числе последних среди регионов округа по количеству спортивных объектов, а значит, работы немало. Муслим Гани, Васхаб Белакиев, Новости 24.